Здравствуйте! Вы со мной на вашем любимом канале, где прямо сейчас я вам расскажу очень много интереснейшей информации из жизни и из сети. Наверное, нет такого человека, который бы не слышал об Объединенных Арабских Эмиратах. Принято считать, что люди в этой стране живут настолько роскошно, что большинству и не снилось. Собственные яхты и вертолеты, бриллианты, машины из золота, меха и вдобавок нефтяные скважины. Дубай – город богачей, никак не иначе. Но все ли является правдой? Сегодня мы расскажем тебе некоторые факты, которые ничего общего с действительностью не имеют. Итак, первое. Нефть сделала Дубай состоятельным городом. Еще задолго до того, как в Дубае начали добывать нефть, там ныряли за жемчугом. Это ремесло было довольно прибыльным, ведь украшение из жемчуга всегда ценилось хорошо. Запасы нефти Дубая составляли лишь 5% от всех запасов Эмиратов. Понимая это, дальнейшая политика Эмиратов была направлена на укрепление экономики, независимой от добычи нефти. Выручка от черного золота инвестировалась в инфраструктуру города. Это дало возможность укрепить авторитет Дубаи как зоны со свободой торговлей и предпринимательством. В 70-х годах прошлого века, чтобы обеспечить безопасность процветающим Эмиратам, образуется новое государство под названием Объединенные Арабские Эмираты. В нее вошлось 7 Эмиратов. Дубай, Шарджа, Ум-Аль-Кайвейн, Аджиман, Фуджейра, Рас-Аль-Хайма, в том числе и Абу-Даби. Чтобы поддержать и принять растущее количество морских перевозок, было принято решение построить комплекс портовых сооружений. Второе. В Дубае лишь многоэтажные дома. Очень неоднозначное суждение, ведь в Дубае есть Бурдж-Халифа, но также есть дома в нескольких этажах. И люди, как правило, предпочитают жить вовсе не в высотках, а в частных домах, где нет соседей. Третье. Это гепарды и львы, домашние питомцы в Дубае. Содержать дома экзотических животных запрещается законом в этой стране. Местные жители заводят, как правило, кошек, реже собак. Четвертое. Лишь спустя много лет Дубай достиг благосостояния. Это неправда, ведь Эмираты объединились лишь в 1971 году. И быстрыми темпами они вышли на высокий уровень жизни. Прослеживается хорошая динамика в области туризма. И финансов. Пятое. Это то, что Дубай экологически чистый город. Сложно представить это, ведь в городе очень много машин. Нет правильной системы утилизации мусора. Быстрыми темпами растет население. Нехватка пресной воды. Все те факторы, которые не дают право считать Дубай экологически чистым городом. Шестое. В Дубае отсутствует безработица. Когда приезжают люди на работу в ОАЭ, у них нет рабочей визы. Спустя месяц таких граждан депортируют. А для своих студентов ОАЭ оплачивают высшее образование в любом вузе мира. Именно поэтому местным легко найти или сменить работу. Седьмое. Это то, что Дубай хороший город для воспитания детей. Люди, которые приезжают жить в Дубае, как правило, оставляют детей в родных странах. Ведь за 11 лет обучения в школе нужно заплатить 100 тысяч долларов. А про университет вообще не стоит говорить. Ведь цены на обучение космические. Кроме финансовой стороны, климат также не способствует хорошему развитию детей. Поскольку там очень жарко и много времени, дети находятся в помещениях, где воздух охлаждает кондиционеры. Восьмое. Это то, что в Дубае нет бедных людей. Если говорить про рабочих, которые приехали на заработки, то их зарплата не превышает 300 долларов. Цены на все очень высокие, поэтому люди живут по несколько человек в небольшой комнате. Девятое. Это то, что Дубай главный город миллиардеров. Наибольшее количество богачей сосредоточено как раз не в Дубае, а в Пекине и Нью-Йорке. В Дубае их насчитывается всего лишь несколько десятков из приблизительно 5000 существующих в мире. И десятое. Это питание. Туристам, даже не мусульманам, стоит быть готовим к тому, что во время Рамадана до захода солнца нельзя принимать пищу или пить в общественных местах. Таким образом, все жители и гости страны должны демонстрировать свое уважение к постящимся. Эти факты позволяют увидеть столицу Оаэ немного под другим, более реалистичным углом. Не все то, что принято считать правдой, совпадает с действительностью. Ну что же, на этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт.